Как у нас в институте используется высокодозная терапия, брахиотерапия на специализированном брахиотерапевтическом комплексе. Этот специализированный брахиотерапевтический комплекс состоит из следующих элементов. Вот буквой А, там обозначена ультразвуковая камера трёхмерная. Эта ультразвуковая камера трёхмерная сопряжена с эндоректальным датчиком. Вот он здесь размещен на специальном подставке степере. И эта ультразвуковая камера совмещена сразу с системой для планирования лучевой терапии, разумеется, трёхмерной. Ну вот, вы видите здесь, как реально происходит работа. Один доктор вводит эти иглы, всё время контролирует ведение этих игл через вот эту вот трёхмерную ультразвуковую систему. И одновременно то, что получается вокруг каждой иглы, тоже доктор у нас, мы решили, что это лучше делать не физикам, а экстраграмм, смотрит, какое будет здесь распределение. Ну и, в общем, вот здесь уже всё готово, всё сделано, посчитано, и можно, так сказать, приступать к лечению. Ну вот, вы видите, доктор, который сидит на системе для планирования, он видит вокруг каждой иглы, он видит соответствующее, так сказать, распределение. Ну и затем машина тут же показывает, какое будет распределение по всей председательной железе. Ну вот на что мы обратили внимание, когда мы проделали определённое количество имплантаций. Вот посмотрите, вот форма председательной железы до того, как мы начали свои действия, и вот форма председательной железы после того, как мы поставили соответствующее количество игл. Они, конечно, совершенно различаются. Поэтому мы попробовали сделать вот что. Мы попробовали посчитать величину ряда показателей, характеризующих дозное распределение. Ну вот, прежде всего, показатель в 100 – это объём председательной железы, который получает 100% предписанной дозы. И что же у нас реально получилось? Вот смотрите, когда план был без коррекции, то менее 80% реально получало 40% больных почти, и здесь 40% больных. То есть 80% больных не получало предписанные вообще дозы. И только то, что нужно, получало 20% больных. А вот когда мы откоррегировали план и всё пересчитали, переместили иглы на том плане, который я вам показывал, то здесь уже 97%, а не 20% получили то, что нужно. И от 80% до 90% получило, здесь вот есть не 40%, то есть здесь всего 2,9%. Понятно, что нами была посчитана и доза D90. Это значение минимальной дозы, которая подводится 90% объёму председательной железы. Но опять вот что получилось. Вот здесь эта доза получилась у 95,7% больных, здесь это получилась практически у 20% больных. А вот у 40% больных, они не получили и довольно значительную часть, так называемые предписанные дозы. Сделали мы понятно по показателям коррекции D10, то есть это значение максимальной дозы, подводимой на 10% объёма в ретро. И здесь тоже, в общем, получили уже ожидаемые результаты, что более 15% предписанной дозы получило почти 20% больных вот в этой группе. А там, где откоррегирован был план, их было всего 2,9%. А дозу в откоррегированном плане, ту, которую нужно было, получило 97% больных. Таким образом, то, что я сейчас говорил, указывает, что выполнение интерпретационной коррекции дозиметрического плана с учётом измерения геометрии председательной железы и уретры является обязательным компонентом эффективной и безопасной брахиотерапии. Ну вот, здесь показаны возможности высокодозной брахиотерапии на левом от вас столбике и особенности низкодозной брахиотерапии. Конечно, в общем, их довольно сложно сравнивать, потому что при высокодозной брахиотерапии более точное воспроизводение планы, возможность имплантации при крупной председательной железе, возможное фракционирование, которое вам нужно, меньшая длительность побочных эффектов. Можно лечить больных с инвазией капсулы сильных зверков. Всё-таки это получается достаточно экономически и получается идеальный брус. Ну вот группы риска. Мы брали низкие группы риска. Вот она перед вами и промежуточную группу риска. Группа высокого риска в данном случае не бралась. Вот у нас было 360 имплантаций. Эти 360 имплантаций были больны из группы низкого и промежуточного риска. Сетиви при низком риске включала только предстательную железу. Сетиви при промежуточном риске включала предстательную железу и партимальную половину семенных пузырьков и 2-3 миллиметра вокруг капсулы. Какие мы подводили дозы? Вот при низком риске у нас было обычно 3 фракции у 11,5 грей. Это 144 грей получалось. При промежуточном риске тоже были либо 3 фракции, либо 2 фракции. В сумме это было биологически эффективно. Или 144 грей, или 108 грей. Ну вот биохимическим рецидивом мы считали, что максимальное снижение пуза, которое было после лечения, и плюс 2 нанограмма на миллилитр. Осложнение мы учитывали в соответствии с критериями отток. Учитывали, понятно, и ППС, и урофлюоклевометрию, и литильную функцию. Значит, время наблюдения составило от 4 до 41 месяцев. У 11 больных мы видели феномен скачка, который довольно быстро прошел. Признаки биохимического рецидива выявлены у трех больных. И в одном случае был клинический рецидив в семенных пузырьках, который был выявлен с помощью ПЭТ-ПТ с холином. Ранние осложнения со стороны мочевыводящей системы, осложнений третьей степени у нас не было. У двух из 140 больных, это 360 имплантаций, была выполнена повторная катализация. В одном из 60% случаев имелась макрогематурия в послеоперационном периоде, которая осложнилась тампанадой мочевого пузыря. Но, слава богу, все обернулось консервативным лечением. И в одном случае у нас в послеоперационном периоде был эпидемид. И вот это такое супер, так сказать, я бы сказал, странное лечение. В двух из 170 случаев был обратимый неврит подкалинного невра. Мы не заметили, что была очень удачная поставка соответствующая. Отслоченные результаты со стороны мочевыводящей системы. Мы увидели осложнение третьей степени, это 1,4%. В чем это было? В одном случае стеноз мембранный антресковый ретро. В одном случае после комбинированной терапии на фоне неподерженной структуры простатического отдела ретро отмечено камнеобразование мочевого пузыря. Но потом выяснилось, что этого больного была подага, которую мы вовремя не распознали. Динамика ИВПС в течение 12 недель приходила практически в исходную норму. И у 60 из 147 больных значение индекса ИФФС превышало 12 баллов. То есть не было отсутствия каких-либо нарушений со стороны половой функции. У 71% больных индекс, касающийся эректильной функции, практически не изменился. И только у 9 пациентов пришлось нам назначить ингибитор по 5 фосфодиэстераза, и все оказалось нормально. В ряде случаев у нас возникали сомнения, что все удалось хорошо сделать на этом аппарате при внутритканевой брахиотерапии. Мы добавляли с помощью стереотоксической терапии дистанционное облучение порядка от 40 до 50, даже до 55. Вот воздействие этими умеренными нозами на микроскопедические очаги вокруг предстательной железы и в лимфоузлах, в общем, дало нам возможности не иметь дела с какими-то неприятными особенностями. Особенности эффективности высокодозной брахиотерапии зависят от того, что, во-первых, мы никак не зависимы от того, каков объем предстательной железы. Возможно облучение семенных пузырьков около протетической клетчатки, относительно небольшое время облучения, 20-30 минут и весьма непродолжительные эффекты. И, кроме того, высокая точность. Ну и выводы. Высокодозная брахиотерапия является эффективным и безопасным методом монотерапии больных раком предстательной железы низкого промежуточного риска. Высокая точность подведения дозы обеспечивает благоприятный профиль безопасности при сохранении надежного контроля над опухолевым процессом. И оптимальное соотношение высокой эффективности и низкой тактичности позволяет рассматривать высокодозную брахиотерапию в качестве метода выбора по лечению больных раком предстательной железы из группы низкого риска и в ряде случаев из группы промежуточного риска. Спасибо за внимание. Анна Владимировна, пожалуйста. Спасибо вам большое. Люблю ваши доклады. Я хотела бы вас спросить. Это чрезвычайно важно для аудитории и вообще для всех. Скажите, пожалуйста, если бы у этих больных, у которых проводилась брахиотерапия, не было бы условий для проведения терапии, а проводилось бы у них, у этого контингента дистанционное облучение, в объем облучения включалась бы только предстательная железа с семенными пузырьками или зона лимфооттоков? В объем облучения включались бы, конечно, и зоны лимфооттоков. Почему? Но вы же показали, что при локальном облучении такие великолепные результаты. Я имею в виду больных высокого риска. Ага, это раз. И во-вторых, я имею в виду очень небольшое количество больных промежуточного риска. Где мы сомневались, что... А я вот как-то никак не могу этого понять. Облучать половину таза с кишками, с таких объемов сумасшедших, при том, что локальные методы лечения доказали, ну, я, допустим, без высокого риска, а вот у них доказали такую высокую эффективность. Сто процентные, вы все почти докладываете, продолжительность жизни с безрецидивным течением. А до сих пор в абсолютно... Ну, я не знаю, большинство людей придерживаются позиции необходимых. Я бы еще поняла, ладно, доложил доктор из Обнинска, у нас давно это исследование идет, когда выполнялась лимфоденоктомия, подтверждалось отсутствие лимфатических узлов. Мы этого никогда не делали. Мы это делали и много. Но такое было исследование, и действительно оно полезным было, во всяком случае позволило исключить зону лимфоколлекторов. Но такие убедительные данные, такие серьезные исследования, вдумчивые такие, мне кажется, что это вообще-то надо дальше бы изучать, конечно, именно на предмет возможности выделения группы больных, у которых можно избежать облучения лимфоколлекторов. Мы очень тщательно изучаем и думаем, в какой части больных вот эту дистанционную мочевую терапию можно изъять. Потому что у нас ведь, я докладываю сейчас, только очень большую часть того, что мы делаем по мочевой терапии, у нас сейчас идут самые главные две группы. Группа по внутри тканевой высокодозной брахиотерапии и группа по периотоксической лазеротерапии. где мы даем 7,5 грей за фракцию и заканчиваем лечение за 5 дней. И идет сравнение этих групп. Пока что у нас создается впечатление, что они практически почти одинаковы. ВОСТОРНОВА